Возможно, вы помогаете вашему ребенку в изучении иностранного языка, или ваш ребенок уже рожден в двуязычной семье, где два языка это норма, и вы хотели бы помочь ему изучать два языка параллельно с глубоким пониманием, и в этом вам может помочь двуязычные книги. А как прочитать двуязычную книгу? Техника чтения двуязычной книги будет зависеть от того, какой уровень знаний изучаемого языка, неродного. Если уровень начальный или средний, то первый этап включает в себя чтение текста от начала до конца параллельно. Сначала прочитать предложение или абзац на родном языке, или на языке, которым ребенок владеет лучше, затем на втором языке. Второй этап включает в себя чтение только изучаемого языка от начала до конца. Нужно стараться понять смысл каждого прочитанного предложения и абзаца. Только если смысл не ясен, тогда обращаться к параллельному переводу незнакомой лексики. А также последний этап это выполнение предложенных заданий. На начальном и среднем этапах развитие навыков чтения и обогащения лексического запаса предполагает помощь родителя или учителя, особенно для детей младшей возрастной категории. При выше среднего и продвинутом уровнях знания изучаемого языка, первый этап будет такой читать только изучаемый язык от начала до конца. Стараться понять смысл каждого прочитанного предложения и абзаца. И только если смысл не ясен, обращаться к параллельному переводу незнакомой лексики. Ну и естественно нужно выполнить задание после текста. На данных уровнях совершенствуются навыки чтения и потребления грамматических форм. Лексика обогащается новыми словами, допускается самостоятельная работа с текстом. Давайте посмотрим на конкретном примере. Например, в главе восхождения. The Ascent. Если для ребенка русский язык является родным языком, то мы начинаем с правого столбика. Можно читать и переводить по одному предложению, по два предложения, то есть читать в параллельном переводе, но я рекомендую все-таки читать абзацами. Так зеленая гусеница Бруно начал свое восхождение к высотам. Он вскоре достиг яблони. Подкрепившись немного перед подъемом, Бруно устремился на ствол. Мир его перевернулся. Он полз не вдаль, а ввысь. Следует отметить, что давалось это ему с трудом. Чем выше он полз, тем тяжелее ему становилось. Дальше мы переходим на левый абзац и читаем на английском. Здесь ребенок должен понять значение каждого отдельного слова, ведь общий смысл он уже знает. That is how Бруно, the green kid pillar, started his way up the tree. Soon he reached the apple tree. After having a snack, Бруно rushed to the trunk. His world was turned sideways, and he was crawling up instead of a cross. It was not an easy task to say at least. The higher he got, the harder and harder it was. Если у ребенка довольно-таки хорошее знание обеих языков, тогда прочитывать текст стоит на том языке, который ну все-таки немножечко слабее. То есть, например, если ребенок изучает русский в школе, английский дополнительно, либо ребенок учится в английской школе, основной язык идет обучение английский, а русский он знает дополнительно, тогда читать на том языке, который он все-таки знает меньше. И если что-то становится непонятно, тогда обращаться к параллельному переводу. Ну и в конце, соответственно, выполнить задание. На этом все. Я надеюсь, что все было понятно. Если нет, задавайте вопросы. И желаю вам приятного обучения, чтобы оно приносило вам только удовольствие, вам и вашим детям. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok